спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы в петербурге вот уже 10 лет проходит фестиваль единоборств имени знаменитого ленинградского самбиста владимира александровича соловьева главный организатор турнира сын спортсмена антон соловьев соревнуются около двух тысяч юных единоборцев в программу включены боевые стили бокс джиу-джитсу самбо дзюдо карате и все на одной площадке в данном случае ею стал легкоатлетический манеж который расположен напротив себе районы так что турнир не только развивающий но и очень зрелищный страсти на татами и ринге кипят не на шутку антон соловьев ответил на наши вопросы об организации турнира и о том как единоборство помогают бороться со своими страхами расскажите подробно об организации турнира возникли ли какие-то дополнительные проблемы в этом году он начался 11 лет назад мы участников было порядка наверное 400 где-то но уже сейчас мы развились до того что он проводится 11 год и на самом деле участник уже у нас обещает быть порядка двух тысяч самая главная особенность что вот мы знаем проводятся массовые забеги 5000 человек участвует на забеге и так далее а мы собираем под одной крышей 2000 единоборцев причем детей это немаловажно почему потому что сейчас как раз то время когда единоборцами нужно заниматься и на самом деле ну я считаю вообще что мы должны уметь драться как подбирали стиле представлены на турнире все боевые виды и некоторые виды даже мы нам приходится тормозить то есть мы заводим как некоторые проверочные виды как перед олимпиады но вот сегодня в этом году все стилевое карате у нас присутствует они на семинаре присутствует и один день соревнований у них есть а дальше мы смотрим если действительно не пользуются с популярностью и так далее то мы будем уже и включать программу сейчас самбо дзюдо джиу-джитсу бокс карате и дисциплины ката и там дуа систему неваза это по джиу-джитсу в рамках турнира проходит множество мастер-классов с участием знаменитых тренеров расскажите как подбираются тренеры и какие вопросы в основном дают им дети все мастер-классы ведут заслуженные мастера спорта у нас есть руслан гасынов заслуженный мастер спорта сергей ялышев по самбо ведет заслуженный мастер спорта лечик урбанов заслуженный тренер заслуженный мастер спорта пеплах игорь лисеевич заслуженный тренер по карате антон селезнев заслуженный мастер спорта и попов 3 тренер сборной россии по джиу-джитсу эти все люди они то есть мы пытаемся вложить в турнир некие воспитательные мотивы образовательные и соответственно мы это делаем для того, чтобы дети не просто могли научиться каким-то техническим наукам, но еще и получить какое-то живое свободное общение, задать интересующие их вопросы тренерам и получить какие-то наверное, серьезные ответы на их серьезные вопросы. Каждый человек, который занимается единоборствами сталкивается в определенный момент с определенными мыслями. И когда ты выходишь вообще на ковер, на ринг ты должен, во-первых, принять решение для того, чтобы туда выйти, потому что в принципе ты понимаешь, что тебе сейчас будет больно. И мало того, что еще нужно попытаться как-то своего соперника победить побить, задушить, выиграть и есть определенные конечно вещи, которые ты, о которых ты должен думать в этот момент, как ты себя мотивировать Ну и конечно, те ребята, которые занимают профессиональным спортом, да, то есть они систематически занимаются, они конечно задают вопросы когда начинают переходить из одного возраста, например в другой, да, то есть мы понимаем, что есть переходный переходной возраст, переходной период у ребенка Взрослые ребята, например, понимают, что когда, например упираются во что-то, то есть ты же можешь выигрывать выиграть, потом раз и какой-то там стагнация идет Ну вот эти вот вещи мы все пытаемся преодолеть потихоньку вот такими вот такой образовательной частью Считается, что единоборства помогают побороть свои страхи, в первую очередь свою неуверенность Это действительно так? Все Слушайте, да, у меня была история, вообще, я никогда не считался спортсменом и, в принципе, никогда таким хоть я имею звание спортивное, но я никогда не считался спортсменом и не считаю, что занимался у меня были определенные проблемы со здоровьем и все что я хотел — это я просто хотел спокойно дышать и быть как все и все, что меня мотивировало — это просто то, что я быть хочу нормальным, как все обычные дети Вот и все. Начинал я вообще с плавания. Но потом, как узнали мой диагноз, меня оттуда выгнали. Ну, поэтому я очень обиделся и пошел бить людей. А отсюда никого не выгоняют? А отсюда не выгоняют, потому что я немножко задержался. Шутки шутками, но действительно, есть определенные возможности у человека, определенные здоровья, физиологические какие-то особенности. Но единоборство, поскольку это не только вид спорта, но еще и искусство, боевое искусство, оно позволяет постигать его именно как искусство. То есть ты можешь, например, не иметь спортивных званий, но получать пояса, сдавая экзамены в карате, например, узнавая технику карате. Ты можешь в других единоборствах знать, например, какие-то технические движения, но, допустим, не выступать на каких-то высоких аренах. Это все позволяется, но это главное, что ты получаешь. Ты получаешь живое общение с людьми. Главное, что ты можешь, в принципе, постоять за себя, у тебя есть определенные навыки. Конечно, самое главное, что ты должен победить себя. Ты должен принять решение, что ты выходишь, занимаясь лединоборством, ты выходишь на ковер, на ринг, как я уже говорил. Ты должен принять это решение, выйти и еще постараться победить. До сих пор многие боятся отдавать детей в единоборство, боятся травматичности. Вот как бы вы описали, если вы боитесь совсем травм, куда нужно идти? Я вам хочу так сказать, что первый по травматизму спорт – это футбол. Прошло то время, когда тренеры-единоборцы, которые занимались именно восточным единоборством, обучались по телевизору. Это уже прошло время. Уже нет таких мошенников. Каждый из тренеров, который тренирует даже в местах, в клубах по месту жительства, обязан иметь высшее образование, приемы первой медицинской помощи, а также антитеррористическое, наркотическое и так далее, и так далее, различные законодательства. Поэтому, в принципе, сейчас достаточно хорошие специалисты. Институт Лесгофта старается, выпускает и Герцена тоже, да, педагогические факультеты. Они стараются выпускает нормальных специалистов, которые вполне могут позаботиться о ребенке. И самое главное, что стандарт видов спорта, который разработан для единоборств, у каждого свой, естественно, стандарт по виду спорта, он не позволяет ребенку маленького какого-то запускать сразу в бой. Это необходимо сначала акробатика, какие-то вещи, там, падения, еще что-то, да, кувырьки. Ребенок должен сначала начать понимать, где находится его рука, где его нога, а уже потом начинать уже обучаться какой-то специфической боевой технике. Что это тренируется одновременно с единоборством? И все это тренируется с единоборствами, и это все потихоньку, как бы, одно за другим проходит. Поэтому бояться не надо, а на самом деле бояться нужно глупости, наверное, сказать, и бояться нужно своего нежелания отдавать куда-то своего ребенка. Так что футбол опаснее единоборства, объективно? Ну, вообще, по статистике, да. Понятно. Вот сейчас перспективы у этого турнира какие? У вас уже есть планы на следующий год, на план развития? Первое, что мы, конечно, будем стараться провести его обязательно. Мы будем стараться его расширить по количеству дней, по количеству виду спорта, несомненно. Ну, и я думаю, что самое главное, мы дальше будем проносить, проводить некую такую образовательную линию. Я имею в виду то, что, скорее всего, это будут некие, там, какие-то экскурсии для приезжих ребят, которых мы будем размещать здесь и по нашему городу, по музеям, да, чтобы ребята знакомились с культурной столицей, знакомились с его красотами, ну, и могли провести удачное время в Санкт-Петербурге, а заодно и выступить на соревнованиях. Вот такие вот вещи, которые позволяют развить, воспитать в ребенке те традиционные ценности, которые заложены в нас с самого начала, мы будем дальше стараться развивать. Единоборство у всех ассоциируется с клубом. Вот мы в нашем проекте обозреваем вообще доступные спортплощадки, вплоть до обычных парков. Человек может заниматься единоборствами индивидуально, без постоянного надзора тренера? Без надзора тренера, ну, возможно, но лучше, конечно, специалист, который может, конечно. Ну, потому что, что, как минимум, тебе нужен будет партнер. Такой же ударенный человек, как ты, который сможет терять тебя. Потому что, если не будет соперничества, если не будет, как бы, человека, который с тобой там стоит в паре, да, или подсказывает тебе, у тебя развития не будет, что ты будешь делать. Ну, будет как раз обучение по фильму. По вашему опыту, сейчас дети в основном для чего приходят в единоборство? Какие главные цели? Вы знаете, для детей вид спорта определяется родителями очень просто. Это то место, которое находится рядом с домом. То есть, скорее всего, по месту жительства. Но единоборство сейчас действительно получает большую популярность. Это в том числе и потому, что их регулярно показывают по телевизору, делают из них какое-то шоу, да, они становятся популярны. Родители хотят. Каждый родитель хочет, чтобы свой ребенок мог защитить себя. А потом еще и себя старенького. Ну, конечно, поэтому и приводят, да. Ну, и кроме того, единоборство, они не требуют какого-то большого вложения средств. Например, хоккей, да, или там футбол, да, фигурное катание, где нужен лед. Сейчас, например, открывается очень много залов, которые, например, там, в новостройке, допустим, которые имеют небольшую площадь, но зато вмещают в себя там ковер, сетку, там, грушу, там, еще что-то, где ты можешь прийти, позаниматься, не используя большие площади и специальное оборудование. На самом деле, в Петербурге занимаются очень серьезно, и наши спортсмены регулярно занимают пьедестал, так скажем, да, достаточно часто на спортеатах. Мы идем вперед, и вы видите вот сзади меня, сколько народу было. В таком году такого не было. Сейчас уже очень много ребят стягиваются с регионов, пандемия потихоньку сходит на нет, и ребята начинают стягиваться уже с регионов. Ну, мы надеемся, что в дальнейшем из ближайших республик тоже будут подтягиваться. Продолжение следует...